Нотариусы всех нотариальных бюро Брестского нотариального округа провели акцию по бесплатному консультированию, приуроченную ко дню пожилого человека. Люди, достигшие зрелого возраста, обращались за получением консультации по вопросам совершения нотариальных действий. В рамках реализации плана мероприятий республиканской акции «Уважение, забота, ответственность» наша Брестская областная нотариальная палата проводит бесплатные консультации во всех нотариальных конторах и бюро города Бреста. Такого рода мероприятия у нас проводятся ежегодно в целях поддержки, оказания помощи, заботы пожилым людям, таким гражданам, которые действительно нуждаются в нашей поддержке, в нашей защите. Всю жизнь человек трудится, чтобы иметь возможность комфортно жить. Для многих комфорт определяется наличием собственной недвижимости, импортного авто и в идеале дачного участка. Что делать тем, кто своим трудом на все это заработал и теперь волнуется о будущем, рассказали специалисты. Наиболее часто обращаются пожилые люди за удостоверением завещаний. Причем они приходят с таким вопросом к нотариусу, как за помощью, чтобы нотариус помог им оформить или завещание, или дарение. Нотариус может всего лишь объяснить, что такое завещание и что такое дарение. Завещание – это воля изъявления человека по распоряжению его имуществом на случай его смерти. Если завещатель не может написать завещание вследствие каких-то физических особенностей, или просто от того, что зрение подводит, рука уже не такая крепкая, нотариус может в присутствии свидетеля напечатать завещание и удостоверить его. Самое главное, чтобы завещатель четко выразил свою волю, что он желает. Да, точность формулировки крайне важна в таких делах, а потому и вопросов, касающихся завещания, огромное множество. Нотариус обязательно беседует с завещателем и выясняет, что человек действительно хочет. Разъясняет правовые последствия завещания и помогает грамотно сформулировать пожелания, ответив на все вопросы. На сегодняшний день у людей преклонного возраста вопрос написания и составления завещания. Вот они приходят к нам и спрашивают, когда мы можем написать завещание, когда вступает в силу, можно ли его оспорить, признать его недействительным. Завещание – это односторонняя сделка, действительность которой определяется на момент составления завещания. Правом признания завещания недействительным обладает только суд. Но завещание может быть признано недействительным, во-первых, по иску лица, права интереса которого нарушены этим завещанием, и оспорить завещание, во-вторых, можно только после открытия наследства. Потому что вопрос о признании завещания недействительным может ставиться только после смерти завещателя. Поэтому если потенциальные наследники узнали о завещании при жизни завещателя, а спорить они его при жизни не могут только после смерти завещателя. В соответствии со статьей 1041 Гражданского кодекса Республики Беларусь, гражданин может завещать все свое имущество, либо его часть, одному лицу, либо нескольким лицам, как входящих в круг наследников по закону, так и не входящих в круг наследников по закону. А также Республики Беларусь может завещать и ее административно-территориальной единицы. Но такая свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. То есть есть категория наследников, которых, так сказать, нельзя лишить наследства. То есть они могут претендовать на долю в наследственном имуществе, независимо от содержания завещания. Согласно статье 1064 Гражданского кодекса, к таким обязательным наследникам они имеют право на обязательную долю в наследстве. Относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные родители и супруг. Если вы задаетесь вопросом, в каких случаях стоит писать завещание, а главное, когда, нотариусы советуют не затягивать с этим вопросом и правильно оформлять все документы. Необходимо завещание писать обязательно. Если завещатель имеет несколько наследников и хочет четко распределить все и принадлежащее ему имущество, кому что конкретно, тогда стоит писать завещание. В том случае, когда завещатель имеет несколько наследников и хочет в завещании указать только одного и все ему завещать, все свое имущество, тогда тоже стоит писать завещание. Также в случае, если завещатель хочет свое имущество или часть имущества, завещать не наследником первой очереди, а второй, допустим, родному брату. Хочу гараж, к примеру, завещать родному брату, хотя у него есть наследники первой очереди. Необходимо писать завещание, конечно, если по документам, подтверждающим родственные отношения, есть какие-то проблемы. Важно помнить, что вопрос о том, как грамотно распорядиться нажитым имуществом, касается только собственника. Многие задумываются о написании завещания только в преклонном возрасте, но, к сожалению, от несчастных случаев никто не застрахован. Написать завещание можно заранее, уберегая себя и своих близких от неприятных ситуаций и конфликтов.